Я не собираюсь сейчас устраивать дискуссию, что есть электробус, благо или зло. Но факт есть факт. Москва, став крупнейшим электробусным городом Европы, на маршруты которого ежедневно выходит около 1100 электробусов, реализует уникальный для нашей страны проект, от успеха или наоборот не успеха которого, без преувеличения, напрямую будет зависеть вектор развития всего российского городского транспорта как минимум на ближайшие десятилетия. Вот о двух составляющих, очень важных, по сути, знаковых для московского электробусного проекта я и хочу здесь рассказать. Чтобы проект шел вперед, городу пришлось создать, во-первых, специальные электробусные парки, а во-вторых, собственное электробусное производство. Где, как и каким образом. Вот об этом и пойдет речь. Но прежде я хочу сказать буквально несколько слов о том, какими электробусами Москва собирается наполнять свои улицы. Нет, понятно, преимущественно это будут КАМАЗы. Их и сейчас большинство, а в новом суперконтракте на поставку городу 1200 электробусов КАМАЗов будет ровно 1000. Но это будут уже не те КАМАЗы, которые поступали в Москву последние несколько лет. Да, их технический облик уже устоялся и теперь меняется не так, чтобы сильно, но есть нюансы. В ходе проведенной в 22 году модернизации электробусом 60 до 90 км увеличили запас хода. Это раз. Сделали раздельную регулировку климата в кабине и в салоне. Это два. И отказались от работающих на солярке отопителей салона. То есть, сделали электробус теперь уже полностью безопасным для окружающей среды. Это три. Кроме того, под действием западных станций конструкторам пришлось в темпе заняться тотальным импортозамещением. Что-то удалось начать делать у себя. А чем-то, как например над портальными ведущими мостами со встроенными электродвигателями, работа еще продолжается. Но никаких электромостов ZF, никаких других западных комплектующих в нынешних КАМАЗовских электробусах больше нет. Так вот, электробусы, которых к концу 24 года в Москве будет порядка 2200-2300, надо где-то хранить и где-то обслуживать. И ни автобусные, ни даже троллейбусные парки для этого по большому счету не подойдут. Поэтому Москва начала строить специализированные электробусные парки. Первый запустили в работу около года назад. Он находится в Красной Пахре. А в начале июля был открыт второй электробусный парк, который называется Митина и в котором мне удалось побывать. У него весьма внушительная площадь в 9,5 гектар, на которой отведено место для 300 электробусов. Для них возвели целый лес из 210 зарядных станций, а также построили сервисную инфраструктуру. Потому что в этом парке электробусы будут обслуживаться и ремонтироваться. Для этого возведен отдельный корпус, в котором производится ежедневное послерысовое техобслуживание и ремонт любой степени сложности. Причем ремонтом занимаются специалисты КАМАЗа, с которым заключен контракт жизненного цикла. Полностью парк Митина будет заполнен электробусами к концу 2024 года. К этому моменту численность работающего в нем персонала составит 550 человек. Это без учета КАМАЗовцев. Теперь про производство. Как известно, КАМАЗовские электробусы приходят в Москву с НЕФАЗа, то есть из Нефтекамска. Но только часть, а другая часть уже два года изготавливается в самой Москве на заводе СВАРС. СВАРС, он же Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод, очень интересное предприятие. Он начал работать, вдумайтесь, в 1905 году, то есть более 100 лет назад. И вся его деятельность всегда была связана сначала с ремонтом, а потом и с производством городского электротранспорта. С 1930 года здесь начали производить трамвайные вагоны, а с 1934 еще и троллейбусы. В том числе с 1959 года уникальная СВАРС ТС. Мало того, что это была первая в стране модель с очлененным кузовом, так еще и четырехосная. Кроме того, с 1960 по 1970 год завод делал известные всей стране грузовые троллейбусы ТГ. Так вот, в июле мне своими глазами довелось посмотреть, как же на СВАРСе изготавливают электробусы. А изготавливают, вернее собирают электробусы КАМАЗ-6282 в цехе, которые ввели в строй весной 2021 года. Здесь две параллельные сборочных линии, на каждой по четыре поста. Из Нефтекамска в Москву на тралли привозят так называемый планер. Пустой кузов, поставленный на колеса. После предварительной мойки будущий электробус попадает на первый пост, где на его крыше монтируют батарейные модули, электрические преобразователи, коммуникационные блоки и токоприемник. Прокладывают силовые провода, монтируют поручни в салоне, крепят боковые зеркала заднего вида и передний капот. На втором посту интерьер дополняют сидениями и стеклянными ограждениями, устанавливают систему видеонаблюдения и наружную светотехнику. На третьем посту комплектации электробуса пополняются автоматизированной системой контроля оплаты проезда, системой Wi-Fi, воздуховодами и элементами освещения салона. А четвертый пост отвечает за брендирование кузова и регулировку видеокамер кругового обзора. Но это еще не финал. На отдельном посту уже готовому электробусу регулируются фары и исход-развал, а также на специальных вращающихся барабанах проверяют исправность тормозной системы. После этого он отправляется в расположенную в том же цехе дождевальную камеру, где в течение 20 минут под плотными потоками воды кузов проверяют на герметичность. И завершающий этап – приемка заказчикам, после чего электробус в принципе может отправляться на линию. Производственная мощность сборочного цеха завода «Сварс» составляет два электробуса в сутки. На выполнение всех технологических операций и приемку готовой машины, как правило, уходит не более двух дней. На сборке электробусов заняты две бригады по 15 человек каждые. И еще раз акцентирую внимание на том, что хотите – верьте, хотите – нет, но уже сегодня в Москве работает электробусом больше, чем в любом европейском городе. Кстати, много новинок общественного транспорта можно будет увидеть на крупнейшей в стране выставке грузовиков и автобусов «Комтранс-2023», которое пройдет с 5 по 8 сентября. Обращаю внимание, что выставка сменила локацию, переехав в самый центр Москвы, в более удобный и доступный экспоцентр на Красной Пресне. В экспозиции выставки будут широко представлены грузовики и автобусы всех типов и классов, специальная автотехника, прицепы и полуприцепы, запчасти и комплектующие, включая автотехнику таких флагманов отечественного автопрома, как КАМАЗ, ГАЗ, УРАГ и МАЗ. Плюс многочисленные производители специальной автотехники. Плюс многочисленные премьеры автотехники из Китая и Турции. В частности, свои новинки покажут Синатрак, Донфенг, Вичай, Дайюн, Сани, GMC, Golden Dragon, Индлонг, Зонтонг и Ютонг. Плюс масштабная программа деловых мероприятий, которая продлится в течение всех дней проведения выставки. Спикерами и модераторами деловой программы выступят ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли, руководители компаний-производителей, представители Министерства транспорта и Министерства промышленности и торговли. Выставка Комтранс как была, так и остается самой главной и самой авторитетной площадкой, на которой собираются те, кто активно использует коммерческую и специальную технику, кто ее производит, продает и обслуживает. Под видео добавлю ссылку, с помощью которой можно зарегистрироваться для прохода на выставку. Проход платный, но, используя мой промокод, вы получите электронный билет совершенно бесплатно. Промокод оставляю в описании видео. Регистрируйтесь, приходите. Будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok